всем привет привет мои хорошие сегодняшнее видео будет о моем уходе за лицом вам прекрасно известно что я недавно нарастила ресницы и поступило множество запросов о том как я снимаю макияж с нарощенными ресницами ну и как мне вообще в них на самом деле снимать с нарощенных ресниц то есть с глаз макияж очень просто и я решила вам показать это в этом видео плюс ко всему сама собой напросилась тема об уходе за лицом я давно не снимала такого рода видео последнее видео было примерно два года назад я вам показывала свой уход за комбинированной кожи конечно же все поменялось я наверное уже раз пять меняла свой уход за лицом и не снимала почему-то об этом видео я только показывала некоторые средства фаворитах я решила объединить три в одном так сказать снять свой утренний уход за лицом вечерний уход за лицом и как раз показать как я снимаю макияж нарощенных ресниц кожа у меня комбинированная ближе к жирной эта зона постоянно блестела раньше ход который я вам сегодня покажу меня уже давно примерно полтора месяца я им пользуюсь я очень очень довольна давайте посмотрим как же начинается мое утро до утром я просыпаюсь рано примерно в 7 утра потому что я твожу дочку в садик и конечно же я не хочу просыпаться но просыпаться надо и мне это очень нравится что я встаю теперь рано затем я иду в ванной принимаю душ мою голову и начинаю ухаживать за своим лицом что же я делаю так как у меня нарощенные ресницы я теперь не тру лицо не тру глаза и водой вот так знаете ладошками не умываюсь я просто протираю теплой водой ватным спонжиком все лицо примерно полтора месяца я уже пользуюсь косметикой фирмы назили и она мне девчонки очень нравится во первых эта косметика натуральная беру тоник сбалтываю его наношу его на лицо при помощи ватного диска избегая в области вокруг глаз затем я наношу anti wrinkle eye крем под глаза безумно вкусно пахнет и его нужно совсем чуть-чуть потому что но он очень концентрированный он жирненький он до конца у меня не впитывается и примерно через 15-20 минут я промакиваю излишки салфеткой просто убираю то что нужно кожа впитала уже до затем наношу мать тифинг дэй крем на жирные участки кожи которую склонны к воспалениям это конечно же моя т-зона и затем рейдинс энхэнсинг дэй крем наношу его на остальные участки кожи затем что я делаю я делаю свой повседневный макияж и ухожу по своим делам затем вечером когда я приезжаю домой я начинаю смывать вначале макияж с глаз а именно с нарощенных ресниц и как же я это делаю я скажу так если вам наращивал ресницы хороший мастер то ресницы можно мочить можно мочить проточной водой можно каким-нибудь тоником но главное чтобы не содержал тоник жира до масла какого-нибудь жира если вы будете наносить молочко масло на ресницы то они конечно же у вас отпадут я беру ушную палочку начинаю аккуратно стирать стрелки которые я натисовала и либо это будет мицелярная вода либо это будет тоник но скорее всего мицелярка все уберем на нашу на ватный спонжик мицелярную воду все хорошо смываю с глазок своих и вот в принципе глаза глазки очищены теперь я приступаю к лицу беру ватный спонжик и опять смачиваю все лицо тепленькая проточной водой и начинаю наносить пилинг маск и умываю им все свое лицо пилинг маск он очень воздушный приятный запах он имеет такой эффект пилинга конечно небольшой нисколько не травмирует кожу и очень очень мягкий вот аккуратненько не задевая область глаз я смываю все водой теперь наношу очищающее молочко на все лицо все мы привыкли к тому что молочко у нас густое жирное но нет у фирмы назили оно как водичка молочного такого беленького цвета не оставляет жирности на лице знаете такого эффекта что хочется опять умыться его не нужно смывать и это очень здорово через несколько минут после его нанесения можно переходить к следующему шагу наношу анти ринкл ай крем под глаза но так чтобы он не попал на глазки если я вечером никуда не иду то я оставляю его не промакиваю салфеткой излишки крема он так и остается на глазках затем наношу юс эллиминатор на т-зону избегая опять же области вокруг глаз и создав тонкий ровный слой наношу моустинг night крем на сухие участки тонким слоем вот этот кремчик я не наношу на воспаленные участки вот и все примерно так выглядит мой утренний вечерний уход за лицом надеюсь вам понравился мой узнала я от лизы он эйр давным-давно я смотрела ее видео об уходе из-за кожи лица она рассказывала про эти средства где она сказала о том где она их купила и я тоже заглянула на сайт назили сразу обратилась за помощью к онлайн консультантам мне захотелось задать несколько вопросов ему тут же да там у них было всплывающее окно я начала вести переписку знаете что меня удивило я написала и мне сразу же ответили у них такая система что они могут консультировать вас онлайн у них работает косметолог который консультирует вас онлайн то есть я описала им свой тип кожи свои проблемы отправила им фотографии близко фотографировала себя без макияжа отправила им фотографии они мне подобрали индивидуальный уход для моей комбинированной кожи я живу в казахстане и они подобрали мне средства с учетом климатических условий наших представляете косметика изготавливается по старинным фамильным рецептам которые передаются из поколения в поколение уже существует более 100 лет и это очень круто косметика мне очень нравится она супер эффективна и кардинально отличается от всего того что я пробовала когда-то да я получила посылку то в ней было индивидуальная памятка чтобы я не забыла о том как ухаживать за моим лицом все по порядку то есть утром вы наносите вот это вот это вот это по очереди до вечером вы наносите вот это вот это вот это вначале я пользовалась подсказкой постоянно смотрела на бумажку потом конечно я все выучила и уже без бумажки знала что куда наносить это памятка инструкция была создана специально для меня подобрана для меня там даже написано было женя там ля-ля-ля вот это вот это вот это вот это очень конечно классный приятно действительно как будто я пришла в какой-то супер крутой салон и мне все расписали подготовили подали на блюдечке и вот то же самое получилось только все онлайн они действительно молодцы сейчас очень трудно найти качественный уход за лицом очень много химии и ненадежных средств вот если даже сейчас у меня забрать косметику всю весь уход мой за лицом выпустить меня в город я даже не буду знать куда мне пойти что мне купить по уходу за лицом чтобы был точно такой же результат чтобы я это видела и мне нравилось наносить это средство я чтобы я мазала и не думала да что все это на гормонах все это там я не знаю на чем и что может быть это к чему-то приведет нет я пользовалась ежедневно комплексным ходом и поэтому у меня был результат потому что я не пропускала только ими ничего не добавлял один раз помню уехали мы на природу я с собой не взяла эти кремы взяла что-то такое знаете универсальное там на все лицо нанесла и все у меня начались высыпания я чуть-чуть до свидания ну что ребята буду заканчивать это видео надеюсь вам оно понравилось было полезным всем спасибо за просмотр пока пока